Письмо счастья это не только извещение о штрафе. Так называют сегодня подкинутый на электронный почтовый ящик сообщение о свалившемся на вас наследстве. Мне на почту пришло письмо от неизвестного, в котором он сказал то, что является адвокатом умершего человека с похожим именем, как у меня. В данном письме он изложил то, что человек умер и у него осталось наследство. В размере 10 миллионов долларов США. Интересно, что у получившего такое письмо жителя Ивановской области очень редкое имя. Вероятно, этим обстоятельствами решил воспользоваться неизвестный мошенник. Обещали 10 миллионов долларов США. Вот так вот. За просто так? За просто так. А взамен что требовалось для того, чтобы они вам это смотрели? Ответить им положительно на это письмо. Дать какой-либо ответ. Расчет мошенников, рассылающих такие письма, прост. Сообщение о грядущих миллионах заинтересует кого угодно. Кого-то до такой степени, что он захочет поверить в невероятное. Такие письма, то, что приходят, я слышал. И неоднократно такое приходило. И до этого они приходили. Были случаи. Но когда прочитал, сначала чуть-чуть в шок. А потом, спустя какое-то время, пришло осознание, что это вряд ли такое вообще может быть. Ну, в общем, сначала немножко засомневался. Вдруг не мошенничество, вдруг это правда. Сначала были сомнения, что может быть такое и вправду произошло. Но потом сомнения развеялись. Эмоции вполне здравого человека прошли непростой эволюционный путь. От легкого шока, далее через желание поверить в то, что байка о миллионах – это правда. И, наконец, появилось понимание того, что послание отправлено мошенникам. И он предлагал, пройдя определенный алгоритм, получить эти средства. Что взамен от вас требовалось? Взамен требовалось написать ему на почту, дать ответ. Но это предложение смутило. Оно не очень понравилось. После таких предложений, как правило, следуют другие – оплатить пошлину за перевод капитала или внести крупную сумму за реализацию каких-то транзакций. Известные случаи, когда поверившие в наследство люди теряли сотни тысяч своих накоплений. С твоей стороны ответ был какой-то, что ты написал? Дальше переписка продолжилась или решил не реагировать? Дальше я решил проигнорировать данное письмо в избежание каких-либо последствий. Ясно. Но о том, что мошенничество, такие есть, слышу. Конечно.